Ученики выпускных классов после небывалого подлительности карантина наверстывают упущенное. Оставшееся до лета время на вес золота. За несколько месяцев нужно самоорганизоваться, догнать программу и подготовиться к внешним тестированиям. А тестирование не за горами. До 2 июня – неполных 5 месяцев учебного времени. Выпускники говорят, что осознают всю серьезность своего положения и во время вынужденных каникул занимались дополнительно, как бесплатно, так и за деньги. На карантине я занималась дополнительно самообучением. Обращалась к учителям за помощью и к своим родственникам, которые мне в этом помогали, чтобы я не пропускала программу. И также я готовилась к тестированиям самостоятельно, потому что либо я болела, то есть я не могла встретиться с учителями, которые меня готовят, либо были другие какие-то причины. Потому что дома занимаюсь, не все успеваю повторять. Некоторыми предметами занимаюсь, с папой помогают. А вот украинские, которые сдавать надо будет, сам все же учу. В принципе, боюсь, но думаю, что готов и сдам хорошо. Учителя всерьез обеспокоены, сдадут ли школьники важные экзамены. Сейчас прикладывают все усилия, но расстроены, что во время карантина большинство детей не только забыли пройденное, но и заметно расслабились. Детям, конечно, сложно, и нам тоже, потому что большие перерывы. И каждый раз приходится повторять, начинать сначала. То есть и вопросы дисциплины, и вопросы программы тоже. Безусловно, процесс учебный проходит достаточно трудно. Даже учителя, которые имеют 50-летний педагогический стаж, такого никогда в жизни своей не видели, удивляются. Такого еще не было. Тем не менее, мы стараемся находить такие формы работы, которые будут приемлемы и для учителей, и для учеников. Естественно, вся программа ученикам будет вычитана, и однозначно они в конце учебного года уйдут от нас с полным багажом знаний, которые они должны знать по программе. Для того, чтобы догнать программу, ее значительно сжали. Также учителя готовят опорные конспекты, планируют проводить занятия по субботам. Кроме того, для выпускников созданы индивидуально-консультационные группы. В областном управлении образования и науки говорят, что на уровне министерства программу менять не будут. Ведь карантин длиною в несколько недель был далеко не во всех городах Украины. Поставили такую ситуацию, которую сложно назвать. Я могу цифрами назвать. У нас доходит цифра пропуска учебных занятий по области около 3-х миллионов часов. Поэтому корректировку учебного процесса будут проводить на местах. Каждая школа за счет каникул, факультативных часов и других ресурсов будет нагонять упущенное. Вздохнуть свободно учителя смогут 31 мая, когда выпустят школьников. А вот тем уже через три дня нужно будет сдавать первый экзамен независимого внешнего тестирования. Александра Христенко, Андрей Горожа, Панорама.